Пошли уже гулять по югу. И еще 200 тысяч на диванах. Да. Но они наш поддерживают. Скажите, почему вы продолжаете выходить? Потому что мы не теряем надежды на то, что ходим мы не бесполезно, на то, что ситуация будет меняться, что события будут как-то развиваться в положительную сторону. И то, что люди, которые будут видеть, что мы продолжаем ходить, несмотря ни на что, несмотря на задержание, мы продолжаем выходить, несмотря на нашу погоду. Потому что мы надеемся, что к нам будут присоединяться. Потому что ходим мы не просто так, что это не бесполезно. Вам не страшно быть задержанной? Не страшно. Именно потому что мне страшно, я и хожу. Здравствуйте. Опять недобрый вечер. У нас еще одного человека арестовали. Вот в свое время было дело врачей. Это сталинские репрессии. А у нас банное дело. То есть Дегтярев обиделся, что его протащили голой задницей по асфальту вокруг автобусной остановки. Еще их четыре круга. И вот он сейчас всех подряд до последнего будут арестовывать, штрафовать. Ну вот еще одну женщину арестовали. А как прошло вчерашнее заседание у Сергея Ивановича? Ну вчерашнее заседание, это в Центральном районном суде, это уже третье заседание на одну и ту же тему. А тема, значит, продление ареста на имущество всяких физических и юридических лиц, которые, значит, 9 октября заканчиваются. Поэтому вот следствие прямо настаивает на том, но вчера было заседание. И, значит, Сергей Иванович говорил о том, что первый арест имущества произошел 30 декабря 2020 года. Тогда было много всего арестовано, и в том числе 25% акций Стародубовой, акций завода Амурсталь, ну или Гакатографс. И эти акции в тот момент составляли от балансовой стоимости стоимость более 2,5 миллиарда. То есть этими вот акциями можно было покрыть, даже если они не есть, эти долги, которые там приписывают, да, 2,6 миллиарда, это все покрывалось было стоимостью этих акций. В результате потом каким-то образом в 22-м году, ну не каким-то таким чудесным образом, эти акции превратились в одну, там, какую-то десятитысячную процента от балансовой стоимости, что составляло в рублях 2500 рублей. И на вопрос, значит, Сергей Иванович, как так получилось, значит, следователь ответил, что, ну, там было увеличение уставного капитала, там было еще чего-то, все законно, все это, и вот таким образом эта доля превратилась в ничто. Ну, то есть Бальский таким вот, хитрым, так сказать, образом, получается, стал единственным владельцем этого завода. Вот. И потом, значит, Сергей Иванович на эту тему говорил, что для чего арестовывается вообще имущество. Оно арестовывается для того, чтобы им можно было расплачиваться по долгам, и с ним ничего нельзя делать, вообще никаких манипуляций. Каким образом вот это все произвелось? Ну, еще вот он сказал интересную вещь, что вообще вот этот главный обвиняемый, ой, ну, или как он, но он обвиняемый, и в то же время он дал показания, после чего вот это экономическое дело посредине Мистерякова. Вот. Он вообще оказалось, что досудебное соглашение, которое с ним заключено было вот на эту тему экономики, оно заключено с ошибками, оно чуть ли не подлежит отмены. И даже уже адвокат Ульянов, вот этого Мистерякова, его уже лишили статуса адвоката вот за то, что он вот это все неправильно сделал, и фактически выступал не на стороне своего подзащитного, а на стороне следствия. Поэтому, как бы, Сергей Иванович говорит, что скоро вообще это все дело будет наверняка пересматриваться и как бы не поменяться местами всеми, кто это все совершает. Вот такие вот интересные нюансы были. Ну, в общем, короче, эти дебаты продолжались долго, и в конце концов, значит, судья сказала, что она выходит в совещательную комнату на 2 часа, а времени было полдевятого вечера. Поэтому, типа, хотите ждите, хотите нет. Поэтому решение мы пока не знаем. Какое оно вынесло решение? Ну, было три варианта. Или продлить дальше заседание, продолжать, или отменить арест, или удовлетворить арест. Ну, как бы, мы думаем, что нетрудно догадаться, что будет вынесено.